С нами присоединился наш друг и наш брат в Господе Авиэль, человек, который когда-то изучал Слово Божие с точки зрения Иудея, и Бог привел его и обратил к Сыну Своему, открыл ему Сына Своего, который тоже на самом деле из евреев, из иудеев, из колена Иудина. И вот теперь Авиэль с нами и проповедует Христа Распятого и Воскресшего. Аллилуйя! И мы говорим здесь в студии о дарах Святого Духа, и брат Авиэль как раз уже просто рвется в бой, чтобы провозгласить Слово Божье. Да, на самом деле, свое свидетельство, когда я принял Сына Христа, я спрашиваю, сколько времени тебе занял? Обычно там людям проповедуют по два, по три раза, по десять раз. Меня на самом деле заняло принять Иисуса Христа, ну, наверное, три минуты. Меня просто во время служения, на которое меня пригласили вообще даже не послушать Слово Божье, а просто найти какой-то ответ на какой-то вопрос, меня просто накрыло любовью Божией, я прочувствовал вот эту силу Святого Духа на себе. У меня пазл просто, который я 20 лет искал в Танахе, я 20 лет искал в Торе. У меня этот пазл просто в один день сложился в одно, и я понял, что вот для чего, собственно говоря, все это написано. Я понял, о чем говорил Андрей, когда говорил, мы нашли того, о ком писали Моисеи и пророки. И таким образом Иисус вошел в мое сердце, и слава Иисусу, что сегодня Дух Святой, которого Он оставил нам здесь, и о котором Он говорил, что и обличит, и покажет, и укрепит нас, и вот Он со мной присутствует, и на самом деле творит чудеса. Это не я творю чудеса, это не вы творите чудеса, творит чудеса Дух Святой. То, о чем говорил сейчас Виктория, нам необходимо просто верить, потому что и вера это, как уже говорилось здесь, дар Святого Духа. Если мы верим в то, что Иисус способен сделать то, что Он делает, если мы верим в то, что Дух Святой на самом деле способен созидать чудеса, как Он созидал вместе с Богом Отцом эту землю, то и все в нашей жизни Он может создать таким чудесным образом, что все будет просто великолепно. Сегодня я хотел поговорить просто о даре исцеления. Для меня это очень свежее свидетельство. Мы о нем свидетельствовали в церкви буквально два дня назад. Но знаете, что дар исцеления есть и у вас. Он дад вам, как Сыну Божию Господь сказал, что вот прямо от Марка 16 глава написано, у веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Мои будут изгонять беса, будут говорить иными языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных и они будут здоровы. Это даже, я не знаю, просить об этом не нужно. Нужно просто знать, что я, как человек, принявший Иисуса Христа, и вы, как человек, принявший Иисуса Христа, просто можете возложить руки на больных, и они исцелятся. Не потому что вы возложили руки на больных, а потому что Дух Святой этого хочет. И Дух Святой просто делает так, что вы являетесь тем самым инструментом. Вот пастор Сергей Маджук об этом шикарно просто рассказал, это просто инструмент, который нам дали, и это инструмент самой высшей категории, мы просто берем и пользуемся им нашими руками, своей верой для того, чтобы исцелять людей. И свидетельство, которое я хотел рассказать сегодня, оно недавнее. Моя мама живет в доме, где живут все пенсионеры, есть такое социальное жилье в Израиле, и в одной из семей, которую она очень хорошо знает, случилась очень неприятная ситуация. Муж ее подруги вкручивал лампочку, упал, и, ну, представьте, человеку за 70, да, он падает с лестницы и ударяется головой, у него инсульт, он не может ходить, он не может говорить, у него не открываются глаза, и она об этом никому не говорит. Ну, увезли на скорую и увезли. Проходит примерно где-то месяц, мама об этом узнает, мне об этом сообщает, мне вдруг пошли срочно к ней молиться, мы пришли к ней, мы помолились с ней вместе. Она оказалась верующим, как она говорит, человеком, верующим человеком сомневающимся, об этом тоже много говорилось сегодня. И мы помолились просто, она позволила помолиться за его исцеление, и мне Господь просто открыл вот в этот момент молитвы, что я ей просто рассказал, я не знаю, как Господь это сделает, но ваш муж, я вижу его, он сидит на кровати, у него открыты глаза, и он с вами разговаривает. Она говорит, вы знаете, ну, вы, конечно, молодцы, что верите в это, но врачи сказали, что случай безнадежный, мы просто ждем, когда вот что-нибудь случится, или, ну, чудо не произойдет, сказала она. Проходит несколько месяцев, мы продолжали молиться, у меня есть список дома за всех людей из заселения Турки, я молюсь, мы продолжаем молиться, молились в церкви о нем, и она проходит день, проходит два, проходит три, все время проходит у нее мама с каким-то таким потупленным взглядом, и непонятно, что она хочет этим сказать, может что-то случилось, мы не знаем, она говорит, ну, что, что с ним? Он говорит, ну, ты знаешь, я просто хотел сказать, что мы дождались, он сидит, у него открылись глаза, он есть, и он начинает с нами разговаривать. Именно так как... Аллилуйя, аллилуйя. Господь просто открывает через вас какие-то видения, не забудьте об этом прямо сказать с тем, кого вы исцеляете. Значит, еще раз повторяю, мы не исцеляем, исцеляет Дух Святой. И когда мы говорим о дарах Святого Духа, я хочу подчеркнуть еще раз, все, что нам Господь дает, эти все дары перечислены в первом послании Коринфонов 12 главе, это все подарок, это у нас уже есть априори, что называется, от Иисуса Христа, когда Он ушел, Он отправил нам сюда неутешителя, который будет нас гладить по головке и говорить, ну, вот вы какие тут несчастные, вы на вас гонения. Нет, Он отправил нам партнера. Слово параклетос с греческого языка переводится как партнер, человек, который, вот он как к нам приклеился, куда мы, туда и он. Что мы будем делать, то и он будет делать. И Святой Дух, Он с нами всегда, и Он действует через нас. Ему нужна наша плоть, наши глаза, наши руки, наш язык, чтобы проповедовать Слово Божие. И вот этот вот дар исцеления Господь дал каждому из нас, и вы можете им пользоваться прямо сегодня, прямо сейчас, если в вашем доме кто-то болен чем-то, подойдите, с полной верой в то, что Господь говорит нам, если будем делать все с верой, немало не усомнившись в этом, получим все, чтобы не просить. Прямо сейчас, я вот отсюда, из этой студии, из Иерусалима, провозглашаю здоровье, подойдите к человеку, который болен, возложите на него руки и скажите, ты здоров во имя Иисуса Христа, потому что грех, дьявол, и все его происки побеждены 2000 лет назад на кресте. Нет больше власти никакой, ни болезни, ни греха, ничего, это просто происки сатаны. Прямо сейчас, во имя Иисуса, вы здоровы, получайте это исцеление верой, принимайте его. Пусть Господь прямо сейчас действует через этот эфир, через этот благословенный канал ТБН, через наше служение, через служение ваших пасторов, вашей церкви, пускай это здоровье идет к вам просто в изобилии к вам домой, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Спасибо тебе за такой посыл, за просто вдохновение веры. Я верю, что очень многих из вас коснулся этот дерзкий вызов, потому что это действительно вызов принять то, что не какой-то духовный супергигант за вас помолится, но увидеть Иисуса, который в вас. Иисуса, который в вас, и который желает проявиться во всей полноте Божьей. Господь говорит, что немерую дает Бог Духа. Мы только ставим порой заслоны, насколько мы можем высвободить его. Поэтому просто принимайте, провозглашайте и старайтесь двигаться в этом. Я хочу добавить, апостол Яков в своем послании написал, что если кому-то не хватает мудрости, нужно просто, не сомневаясь, попросить у Бога, и он даст безупрека. Мудрость, как и все остальные дары, это дар Святого Духа. И если Господь через Якова сказал нам, просите мудрости, просите всего остального. Это ваш совершенный Отец, просите ему еще. Павел пишет, что молитесь о больших дарах, ревнуйте о них, просите дары исцеления, дары пророчества. Все просите, чтобы Господь дал вам прямо сейчас во имя Иисуса. И все получите. Во имя Иисуса. Я хочу, кстати, напомнить, что у нас в среду тоже ждет молитвенный эфир. И мы будем как раз и отвечать на вопросы, которые много приходят в студию. И иногда вопросу нужно посвятить какое-то время. Мы не можем ответить на все 20-30 вопросов, но на несколько. Но я думаю, что это очень важно, хотя бы постепенно, потому что есть богословские вопросы, есть практические о семье, почему кто-то не получает спасение, исцеление, хотя кто-то молитвы уже долго возносит. И не все, на самом деле, не все вопросы мы можем ответить, потому что какие-то вещи открывает только Господь. Но есть генеральное направление в Священном Писании, о котором мы можем говорить. Поэтому мы специально сделали второй эфир, более посвященный молитве, чем научению и подъему и проповеди. В среду в 7 часов московского времени у нас часовой еще один эфир из Иерусалима. А сейчас мы в этом, вообще весь месяц мы будем говорить о силе духа, о том, что Господь приготовил для своих детей, что Господь желает совершить через вас, через всех нас, как через тела Христова.